Итак, мы с вами работаем с Владимиром. Из того, что прислал Владимир, видно, что знаний вообще нет. Иными словами, Владимир, сегодня вам кол с минусом даже нельзя поставить по одной простой причине, потому что знаний просто нет. Итак, давайте начнем, чтобы вам было понятно самому. Я сейчас расскажу, что происходит. Вы до этого написали, правда, сейчас я учусь на очных курсах, и мы там изучаем джанго и фастопи, но я ничего не понимаю, слово совсем. И мне кажется, что это невозможно понять. Любые знания надо приобретать. В конце я скажу, что я предлагаю. Когда вы прислали задание, Владимир написал, я дал задание файла исходного кода. Сейчас мы их посмотрим. Владимир написал, я попытался проанализировать один файл, и больше не стал. Я ничего не понимаю. В документации тоже ничего не смог найти. Почему это так происходит? Вот открываем джанго. Во-первых, если брать API, то идти на курсы новичку, где говорят, мы сейчас вас научим джанго, и API, то давайте говорить честно. А честно заключается в том, что к API надо приступать с хорошим знанием языка и библиотеки. При этом четко понимать, что ты будешь работать с разными языками. Поэтому данные курсы, кроме как развод, я не назову. Следующий момент. Происходит то, что происходит, есть даже ребят, которые спрашивают, они получат ответ, что обязательно питон, изучатель, другой язык, подходя к программированию. Достаточно джанго. В данном случае и происходит то, что происходит. Например, Владимир изучает джанго, и что он делает? Смотрите, он пытается понять логически, что происходит в джанго. Я взял просто любой пример. При этом знания языка у него просто нет. Это путь проигрышный. Это просто выброшенное время. По одной простой причине выяснить это совершенно просто. Я всегда даю выяснить это самому человеку. Задал задание Владимиру. И вот он написал. Здесь из инам импортируется инам, где лежит сам файл. Здесь опять много всего импортируется. 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 Здесь что-то возвращает функцию, но отличие от yield, return, ну в общем дальше можно не читать. Здесь декоратор, вот видите, вы уже знаете декоратор, это уже неплохо. Здесь что-то в виде строки возвращается. Мы рассмотрим даже один пример еще сейчас с вами, кое-что покажу. Здесь какой-то класс, здесь почему-то так странно написано, я не понимаю. Здесь кое-что условие. Владимир, на сегодняшний день вас нельзя назвать не программистом, вас нельзя назвать человеком, который чего-то понимает в программировании. Единственное, что можно назвать человеком, который интересуется и пытается понять, но не знает как. Я сейчас вам еще раз хочу, чтобы вы посмотрели видео. Я дам его вам, вы его посмотрите внимательно. Просто зачастую ребята говорят, ой, я ж так много знаю, а вы мне говорите, что я не всегда не знаю. Это видео Михаил, смотрите, аж 36 лайков за пару там дней-то набрало. Я здесь написал такой вопрос, вы знали, что есть только один метод правильного изучения классов. Но я хочу обратить ваше внимание на другое. Код, который сегодня пишет Михаил, ему бы позавидовали многие ребята, которые работают программистами. Михаил довольно неплохо начинает читать исходный код, но он получает кол с минусом. Если вы посмотрите видео, вы поймете за что. Я к нему отношусь очень строго. Он очень много работает. В данном случае, когда вы посмотрите, Володь, Михаил где-то работает 4-5 месяцев. На сегодняшний день он вот-вот придет к пониманию исходного кода. Теперь я бы хотел для вас и для других ребят прояснить одну истину, на которую вам надо настроиться. Не переживайте, все получится, гарантировано. Если вы себе разрешите это и будете работать, но если вы дальше собираетесь делать примерно то же самое, вот так, например, я попытался и ничего не получилось. Конечно, это не подход. Поэтому я вам дам задание с самого нуля. Если вы будете придерживаться стратегии, которую я вам дам, она будет заключаться у нас с вами в изменении подхода и в изменении порядка изучения. Это довольно много шагов. Михаил в данном видео, которое я вам рекомендовал посмотреть, прошел их за 5 месяцев. У кого-то 5, у кого-то 9. Вопрос в том, что на выходе вы писать будете гарантированно. Но ответственность вы берете на себя. То есть вы выполняете полностью задание, из него будет видно, что все хромает. В данном случае, когда я открыл ваш файл, мне стало понятно, вы ничего не знаете, надо делать с нуля. Но я вам показал, вы сами себе показали, что вот вы сегодня изучаете джанго, пытаетесь понять логическую составляющую. Так делает джанго. Но ведь все это джанго делает, опираясь на язык программирования, и там конструкция языка программирования. А вы этого не знаете, и при этом собираетесь писать на джанго. С этого ничего не получится, это однозначно. Да, вы можете достичь, что один-два раза повторив, вы напишите, выучите, да, там как бы писать, что вот такую страницу напишите. И только эту страницу вы сможете написать. Чтобы написать что-то новое, вам придется опять скопировать код. Иными словами, вы будете делать то, что и учит на большинстве курсов, копировать код. Володь, да не надо вам это. Приходите на гитхаб, открываете, если вам хочется покопировать. Открываете гитхаб. И открываете, например, джанго. И пожалуйста, не надо, это совершенно вот абсолютно бесплатно. Смотрите. Открыли и скопировали. Все, не надо ничего. Какая разница, там вы не понимаете или тут не понимаете. Взяли и копируете все на здоровье. Все, скопировали, все, я программист, прекрасно. И копируете с утра до вечера. Какая разница, где вы не понимаете. На курсах, где взяли курс человеку, который в принципе без разницы, будете вы писать или нет. Его дело отработать с вами курс. А другое дело, посмотрите на Михаила. Как он вырос, да? Серьезно. Поэтому, это вам надо решить. Я не знаю, за сколько у вас получится, но я вам четко определю ориентиры. Итак. Первое. Я даю задание, вы делаете. Задание будет дано, я вам после видео дам. С чего начать? Вы делаете. К чему мы должны прийти? Вот тут я даю вам видео Михаила, да? Вы просто посмотрите, посмотрите вот его уровень, да? За что он получает колл. Хотя, он сегодня может работать с программистами, засунет за пояс очень многих программистов, которые работают. Потому что большинство из программистов ни в документации, ни в исходном коде ничего не понимает. Он довольно много понимает, но он везде теряет тип. То есть, сейчас мы к этому идем. Писать он будет буквально скоро. Теперь, смотрите, убеждать вас, что вы делаете, обязательно получится. Не, я не буду. Я просто говорю, что получится у любого человека, у ума здесь много не надо. Здесь, в вашем случае, все просто. Вы ни хрена не понимаете. Значит, начнем сначала. Сделали один, два, три шага. Каждый раз справим и понимаем. Но это будете делать вы. Моя работа показать. Иди туда, и все получится. Теперь, смотрите. Мы с вами должны достичь чтения кода. Когда вы будете смотреть видео Михаила, вы поймете одну простую вещь. Михаил уже довольно неплохо читает код. Но, делаем вывод. Вывод первый. Вывод первый. Чтение кода еще не дает гарантии, что вы будете писать. Теперь, обратите внимание, что я говорю и что вы слушаете на курсах. На курсах вы слушаете, как вы пишете некое приложение на Django и Fast API. При этом это гарантирование ничего вы писать не будете. Я вам говорю более страшную мысль. Володь, когда вы будете читать примерно вот этот вот код, то это не гарантия, что вы будете писать. Это первый обязательный шаг. Вы меня услышали? Чтение кода – первый обязательный шаг. То есть, без чтения кода вы гарантированно писать не будете. С чтением кода, если вы не пойдете дальше, вы тоже писать не будете. Но из чтения кода можно тогда ставить задачи для того, чтобы писать свой код. И Михаил над этим работает. Поэтому важно посмотреть это видео и понять, куда мы идем. У вас будет свой путь. Теперь давайте поймем. Дальше я вам не показываю. То есть, наше с вами чтение кода, после этого он говорит о том, чтобы уже начать писать. Как я тоже скажу, все просто. Вот смотрите, на сегодняшний день, если вас спросить, что там с типами. Вот вы когда представляли то, что понимали с Джанго, вы думали при принятии решения о типах? Да вы слов таких не знаете. Я думаю, ни о чем вы не думали. И это большинство. Иными словами, а нам к этому надо с вами прийти. Сегодня для вас это звучат как слова. И моя речь для вас звучит так, что разве я вообще могу? Ну а что здесь сказать? Если я смог, и вы сможете. Если смог, Катя смогла, Римма за 90 дней смогла. Вот Римма пришла. Вот ее уровень был. Вот ее знания были. Девочка такая есть у нас, да? Вот ее знания были. С курсов, да? С дорогих. Пошла и специально открыла свои записи с курсов. И что же там написано про функцию? Да? Функция фрагмент кода, к которому можно обратиться с любого места. Какое это отношение имеет к тому, чтобы научиться писать код? Ну понятно, что никакого. А мы говорили о параметрах. Девхакерс, уроки. Зачем мне это? 90 дней человек начал читать код. Выдохнуло и начало читать. Тимас Вайтернадо. Вот минимальное, приличное, да? Чтение код. Он еще не писал на тот момент. Ну вот его описание. Комманд-сет. Из модуля-тога под модуля команд и партюрс класс Комманд-сет. Дальше идем. Метод-дата. Из библиотеки такой-то. Вызываем метод такой-то, да? Инициализация экземпляра класса одним позиционным параметром и одним именованным параметром. Атрибут экземпляра класса равен значению параметра А. Атрибут экземпляра класса. То есть, вот первый шаг к тому, когда мы начинаем читать код. При этом самое интересное, что вот это тога, да? Там у вас фасапи. То есть, со стороны кода, именно кода, а не логики. Весь код одинаковый. Там не так много всех этих фишек. Логику мы выражаем разную. Получается, на курсах вы изучаете логически, что делает Джанго. А так не получится. То есть, мы должны понимать, что происходит в коде. А потом просто понять, что это логически происходит. Вот в этом заключается программирование. Ладно. Задание, я сказал, дам в конце. Давайте теперь разберем то, что вам не понятно. На самом деле, эти вещи очень простые. Вот смотрите. Здесь какой-то класс, а здесь почему-то так странно написано, я не понимаю. Да ничего здесь странного нет. Это обычные аннотации, они очень простые. Придуманы были аннотации вообще для того, чтобы облегчить работу разным программам, разным IDE. А потом уже пришло понимание, что хорошо бы это использовать для указания типа. Поэтому сегодня аннотации указываются для двух вещей. В первую очередь, чтобы код был читаемый. И он отвечал ожиданию. Во втором случае, для того, чтобы был прекрасный анализ. Есть специальные библиотеки, которые помогают это делать. Например, библиотека MyPy. Там, в первую очередь, можно узнать все об аннотациях. Но этого вам пока рано. Просто я говорю, что такое есть. Второй момент. Смотрите, вот здесь код. Вот в данном случае, здесь есть значение. Если мы имеем значение, то есть то, что уже определяется в памяти, значит это уже является объектом. Значит, в данном случае Option ожидает тип строка. Если бы это было написано вот так, то это просто бы была информация, что тип строка для IDE. Но в данном случае код можно было писать совершенно любой, потому что ничего не обязывало. Ведь объекта никакого не должно создаваться. А так как здесь код ноны, ноны. А что такое ноны? Вот я вам задаю вопрос вообще. Вам рано этот вопрос тоже. Вам все рано пока, поэтому пойдем сначала. Давайте мы сделаем с вами совершенно небольшой пример, чтобы вы хотя бы поняли, что такое аннотации. И на будущее у вас не было страха от этого. Где-то я открывал. Давайте попробуем написать так. Теперь смотрите. Неправильно написал. Проверил. Проверил просто. Давайте мы возьмем простой пример. Обычную функцию. пример сбитый я просто взял с документации. и возьмем, сделаем аннотацию. x будет ожидать тип int. в данном случае то, что здесь должна быть строка, это аргумент по умолчанию, потому что присутствует объект. Объект в данном случае ноны хоть не является значением, но является тем, что заполняет, то есть ничего. Но это все равно значение. Итак, мы будем отталкиваться от двух простых вещей. Мы с вами разобрали, что аннотации сделаны для двух вещей. Для того, чтобы подсказывать IDE, но вторая вещь для того, чтобы программист мог писать предсказуемый код. То есть, если у нас нету, просто идет в скобочках, допустим, какой-то тип, то это просто подсказка будет для IDE и для нас чтение кода. Ни больше, ни меньше. По сути дела, нам говорит, что здесь лучше всего писать строки. А если мы присвоим значение ноны, то это уже появляется что? Знак присваивания создает в памяти область. Область не может быть пустой. То есть, в области может быть значение. Когда есть значение, значит, есть объект. Все очень просто. Иными словами, в данном случае четко будет предполагаться, что мы должны передать именно строку. Давайте дальше посмотрим, как это будет происходить на примере. Я немножко только упрощу пример и сделаю по-другому, потому что вы новый, чтобы вы уловили мои рассуждения. Представьте, мы с вами пишем какой-то интерфейс для API или для искусственного интеллекта. Нам крайне важно, чтобы у нас не было провала. Нам важна читаемость кода. Нам важна предсказуемость кода. Нам важны понятные исключения, если мы где-то допустили ошибку. Давайте мы вот этот вот и выводим, да, импортируем с типа в optional и назовем ожидается, ожидается. Так, сделаем вот так. И теперь мы с вами начинаем размышлять. Упростим немножко код, я сделаю немножко по-другому. Берем значение, да. То есть, беря значение, мы уже начинаем размышлять. Смотрите, я пошел с параметров. То есть, я думаю, я хотел бы написать код, чтобы мне проверить, что будет в памяти. То есть, значение. Я исхожу с параметра, да. Теперь я беру optional и говорю, у меня будет точно тип int. Это будет целое число. У нас я взял для простоты. Я оставляю этот код таким, пока какой есть. И, в принципе, я ожидаю, что у меня выведется тип int. То есть, в данном случае я четко понимаю, видя по коду, что по умолчанию я ничего не дал. То есть, для IDE, для MyPybe, таких интерфейсов библиотек, я показал, что предпочтительно int. Ну, теперь давайте я посмотрю, как поступит язык. Я начинаю писать код. Если... Если в value нету, да. Не ноны. Если в value не существует. Если не существует ничего, да. Если по-русски так сказать. То в любом случае вернуть. Надо же нам что-то вернуть. Значение умноженное на 3. Пусть будет так, в данном случае. Для того, чтобы проконтролировать, что если что-то пойдет не так, в данном случае, я попытаюсь это все дело обработать. В чем и сила Python. Ну, сейчас увидите. В value error и напишу для себя ошибку, если я ее допущу. Ожидается какое-либо целое число типа integer и пока оставляю так. Отлично. И давайте я попытаюсь запустить код. Я запускаю свою функцию и ставлю для начала... Обратите внимание. Сейчас я пойду понимать язык через исключение. Это единственный правильный путь. Попытаюсь сделать. Я получаю исключение чисто языковое, да. Иными словами, он мне указывает, что нет одного позиционного параметра. Абсолютно верно. В данном случае я указал, что мне нужен позиционный параметр. Он аргумент, который не передан в позиционный параметр. Тем не менее, других ошибок я не вижу. Иными словами, если я смотрю на ошибку быстро, мой код плохой, не очень информативный. И в данном случае аннотации мне помогли бы это исправить. Конечно, я могу... Что сделать? Представьте, что это какая-нибудь 991 строка в коде. И, в принципе, я не могу упомнить, что я там должен делать, да. У меня здесь нету в исключении в данном случае, что это должен быть именно интежер, да. То есть, целое число. Поэтому, в принципе, я остаюсь, мне надо будет лезть в код. Я не понимаю, как что править. По одной простой причине, что я неправильно использовал аннотации. Давайте-ка я попытаюсь сначала вот это все исправить и посмотреть, что будет. Я пытаюсь исправить. И действительно добавляю какой-то позиционный параметр. Но я добавляю строку. И функция прекрасно отрабатывает. На следующем шаге моя программа опять лагает. По одной простой причине, когда я раньше писал, но уже забыл вот эта 991 строка, я же написал не зря, что optional должно быть интежер. А я написал строку. Ведь мы не можем сделать так. 5 плюс Вася. Если мы сделаем 5 плюс Вася... Да не надо нам и так делать. Нам достаточно вот так делать. То, конечно же, я получу исключение. То есть здесь написано, что число плюс строка нельзя сложить. Да? То есть я для себя убедился. Получается, я неправильно использовал аннотации и мой код совершенно неверный. Давайте я попробую немножко по-другому сделать. Я беру этот же код и начинаю править. И теперь, когда я писал и дошел до этой 999 строки, я начинаю писать следующее. То есть сюда я добавляю, как я рассуждаю. Значит, в данном случае у меня функция создает... Будет создавать объект в памяти. Да? Сама является функцией. Ну, теперь смотрите. Сейчас я покажу кое-что. Смотрите. Еще одну строку сделаю, чтобы вы меня поняли, о чем я говорю. Насколько это важно. У вас все получится, не переживайте. Просто по шажку. Так, 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 так. Плюс. Вот здесь вторым шагом я добавлю число. И это будет пусть число 5. И выведу. 15. 15 умножить на 3. Давайте-ка я еще проделаю одну интересную операцию. Попробуем вот так сделать. Я просто это сюда вставлю. И я получаю тип строка. Иными словами, то есть это то, что можно выразить символами. Строка это нельзя сказать словом. Слово это одно из вещей. Например, смотрите, вот я копирую адрес. Теперь я этот адрес... Ой, я покажу здесь. Вконтакте, да. Теперь я этот адрес... Вот смотрю, да, допустим, какой-то. В данном случае, вот тут просто номер не суразится. Но это же все равно строка. Просто напросто в данном случае мне этот номер не интересен с стороны человеческой логики. Но в e-mail он должен присутствовать. Если же я... Если же я сделаю такую вещь, как... Как... так... так... Я... Оно уже не сохранилось. Ладно, я сейчас покажу на другом. Вот. Если я сюда вставлю, то я получаю, смотрите, сколько символов. В данном случае они просто перевелись в Unicode. И для меня не является теперь словом проценты, 80%, там, то-то, да. Но, тем не менее, это тоже строка. Просто она переведенная в UTF-8, да. Что такое UTF-8? Это взяли кодировку, там, полторы-три миллиона символов, вбили все языки и обозначили какими-то символами, да. То есть начинаете соображать. Давайте к нашему примеру. В втором случае... В втором случае я ввел часу. Теперь я проверю тип и тип int. Вы понимаете разницу между словом, вот этими символами, и между цифрой 5? Ну, конечно, понимаете, да, это разные вещи. Теперь давайте дальше смотреть. Значит, что я могу предпринять? Я могу сделать следующее. Сначала я приведу в порядок свои рассуждения. Значит, я рассуждаю как. Смотрите. Вот я, Володь, вам обещаю на простом языке. Вы хотите пойти на рыбалку. Что стоит первым, чтоб вы пошли на рыбалку? Вы можете сказать, стоит первым там, взять удочку, определить. Нет. Я сказал, что в мыслях у вас должно быть первое, чтоб вы на рыбалку. Правильно. Первое в мыслях, чтоб вы пошли на рыбалку, у вас должно быть, вы вообще должны знать, что вы пойдете на рыбалку. То, на что вы не обратите в обыденной человеческой жизни внимание. Так вы просто знаете, что вы идете на рыбалку, значит, вам надо взять удочку. А вот это вот знание, что вы пойдете на рыбалку, заменяет в программировании параметр. С чего мы с вами и начнем. То есть, теперь смотрите, когда вы идете на рыбалку, теперь смотрите, что я делаю в программировании. Я беру значение value. В данном случае я планирую, что оно должно быть int. Но мы учитывали, что эта строка у нас может быть в коде 991. До этого могут быть одни действия, после этого вторые. И в данном случае, когда я написал код, который мне вывел то, что касалось только самой ошибки Python тип R, до самого исключения, что просто не хватало одного позиционного параметра, который я обязан передать. Я его передал. Но таким же образом я прекрасно передал потом число 5. При этом если я, а вряд ли я буду там все помнить, если потом в 992 строке надо получить именно 5, вот это, которое я передал, прибавить, там умножить на 3 в данном случае. Да? Умножить на 3. Давайте здесь я тоже пойду дальше. Значит-то... Пойду дальше. Вот это я закомментирую сейчас. И посмотрю. Я действительно получил слово, которое перемножилось на 3. Потому что Python поддерживает конкретацию. То есть, иными словами, он может слово повторить несколько раз. Здесь произошло. Да, вроде бы Python отработал, все прекрасно. Но так же он отработает и в этом случае. Если я закомментирую эту строку и запущу этот код. Получается 15. Но если, получается, дальше в моем коде я должен вычислять и иметь значение число. Ведь не зря же я написал что? Int. Да? То есть, целое число. Значит, я зачем-то это писал. То вот это слово никак не пройдет. В дальнейшем тоже вызовет ошибку. Но мне это не нужно. Посему что я делаю? Я размышляю следующим образом. Возвратимся к рыбалке. Я размышляю. То есть, вот это в данном случае, вот это, называется функтор. Иными словами, то, где будет происходить действие. И та мысль, которая была у меня в голове в виде «я знаю, что я пойду на рыбалку», в языке имеет то же значение, но как параметр. В данном случае оно и есть значение value. Я знаю, что оно должно быть целым числом integer. И я думаю, хорошо бы, что бы сделать? Хорошо бы четко в памяти указать, что должно быть именно integer. То есть, должно быть в памяти число. Но в данном случае я не знаю, что буду вводить за число. Это будет один, это будет пять тысяч. Поэтому мне важно, что сделать? Я понимаю, что память не может быть пустой. Почему она не может быть пустой? По одной простой причине, потому что рушится весь язык. Давайте посмотрим, как он рушится. Вот смотрите, все банально, просто на самом деле. Вот смотрите. Я ввожу просто несколько символов, которых здесь нет. И считаю, что я ввел некое переменное. Пусть это будет, да-да-да, variable. И все. Я ведь, вы же слышали, наверное, что в Python все объект. В данном случае является ли эта вещь объектом? Нет, не является. Это просто что-то, да? Но не объект. Я в этом убеждаюсь. Абсолютно. Почему? Потому что я получаю исключение, которое дает мне язык. В данном случае это исключение называет name-era, name-variable и not-definite. То есть имя variable вообще не существует. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Оно не существует, потому что ничего нет в памяти. Язык. Ведь вы ж не можете держать знания не в памяти тоже. Абсолютно верно. Когда вы собираетесь пойти на рыбалку, вы держите это в голове. Вы можете держать это на другом устройстве, как API дело, да? Например, на телефоне. Но все равно, когда запиликал телефон напоминалка, опять начинает вступать в работу ваша голова. Ведь вы же будете головой, глазами смотреть, да? И в голове прокручивать. Вот напоминалка точно. Мне сегодня с Васей и Петей идти на рыбалку. Ура, ура, кончай работу. Ну, я дальше здесь не буду развивать. Вы потом сами ответите на вопрос со временем, почему это не объект. В данном случае это не объект Python. Это просто нечто, имя какое-то. Но оно никакого отношения не имеет в Python. В данном случае я думаю, что хорошо бы выделить место в памяти, но я не знаю, что за значение я буду вводить. Но я точно знаю, что это должно быть целое число. Отлично. В данном случае второй момент, который я использую. Я использую ключевое слово rise для того, чтобы указать мне ошибку, которая возникнет, если что-то пойдет не так, да? И я запускаю. Теперь, теперь я попробую по-новому отработать с этой функцией. Первым делом сначала я отработаю три варианта. Первым делом я отработаю без скобок. Я просто указываю это как переменную, да? Она ни к чему не присвоила. Не присвоила ничему, да? Но я хочу посмотреть, как поведет себя язык. В данном случае язык по себя повел правильно. Он мне сказал, что это функция. Что и показал сам главный ход. Код, да? В данном случае, если я пойду дальше, смотреть через ID, я увидел, что это тип function, то, что у него есть место в памяти. Это стабильно. Через ID я бы это выявил. Давайте теперь я попробую даже четырьмя. А присвоить значение. Вот так попробую сделать. Что с этого должно получиться? И попробую вывести. Вот я уже получил то, что я хотел видеть. То есть я вижу конкретный адрес памяти. Я успокаиваюсь. В данном случае моя функция это действительно настоящий объект. Почему? Потому что он имеет адрес памяти и имеет значение, которое там хранится. В данном случае это значение нона. То есть если мы посмотрим нона на официальной документации, которая говорит объект false, да? Но это объект. Самое главное это в любом случае объект. Я пойду дальше. Теперь я хочу это прописать как реальную функцию. И начинаю писать так. Вы ж не забыли, что здесь у нас обязательно позиционный параметр того, с чего мы с вами будем начинать язык. Я ж не зря всю эту тему взял, чтобы вам немножко показать, что аннотации не такие страшные. И что про рыбалку говорил, да? Чтобы вам было понятней. Что подвожу к тому, что параметры нам надо изучить. То, что начало, да? Но я вижу, что у нас совсем плачево. Нам придется с переменными работать. Мы уже это делаем. И так я получаю ожидаемое исключение. Обратите внимание, я иду через исключение. Для меня исключение понятно, правильно ли я мыслю, правильно ли я соображаю. В данном случае я получаю следующее. Я не получаю то, что я получил раньше. Смотрите. Ранее я получил, отсутствует один позиционный параметр. Сейчас действительно позиционного параметра нет. Потому что если я сейчас бы убрал вот эту вот вещь отсюда и запустил код. Да? Стоп. Оно то, похоже, считало. Ну, ладно. Потом сами попробуйте. Сейчас я по-другому сделаю. Что оно выводит? Ожидается какое-либо целое число типа int. Т. То есть в данном случае, в данном случае, я мог бы себе вообще написать для себя, как, знаете, вообще все записать. Для себя. Дурак. В скобках напиши число. Это дурак Болсыновский. В скобках напиши число. И вывел бы себе, да, это. И написал. Вот. Для себя. Ожидаясь какое-либо число типа int. Дурак Болсыновский. В скобках напиши число. Ага. Понятно. Пишу число. И, пожалуйста, мой код отрабатывает. Если быть серьезным, в комментарии бы можно было написать все, что угодно. Например, что нужен тип int. И сослаться, допустим, что мы вычисляем то-то, то-то. Ну, в данном случае, смотрите, знание, знание, что вот тут позиционный параметр, да, вот тут позиционный параметр. Я вижу. Я его считываю. Но в коде я мог бы его не видеть. Поэтому самое важное для меня, самое важное для меня, это то, что было бы написано. Но было бы ошибкой, если бы я нигде не указал, что позиционный параметр, да, это обязательное знание. Так как с этим проблем нет, то, скорее всего, я бы, это не этого времени, не этого занятия дела, да, все равно как бы указал. По сути дела, это было бы правильно указать при помощи здесь, да, исключений, то есть показать и описать все параметры. Потому что дальше бы я мог проверить, сделать что. Я мог бы вывести справку себе. Ну, в общем, много чего сделать, чтобы понять вообще все, что ожидается. Но в любом случае, на вопрос, который мы ожидали ответа, мы ответили. Вот я увидел. Исключение получил. То есть в данном случае все становится правильным. В данном случае один момент изменил всю картинку. И вы теперь тоже посмотрев этот код, который вы видели, да, уже можете на него посмотреть совершенно другими глазами. В данном случае мы видим, что name, optional, да, str и здесь выделена память под конкретно значение по умолчанию, которое должно быть строкой. Ведь это очень просто, согласитесь. На самом деле, аннотации, они, в них не надо особого ума. Здесь надо понимать, что всем рулит тип. Анотации и сделали для того, чтобы указывать тип явно. И действительно получается именно так. Когда мы бросили взгляд, только нам все сразу становится понятно. В данном случае тип строка, значение по умолчанию должно быть именно строкой. Если бы мы написали, допустим, вот так, то, в принципе, этот код весь бы ломался, как в том примере. Посему ставим. Аннотации при желании изучаются, то за пару дней берешь MyPy и работаешь. Вернусь я к тому, с чего мы начали. Обратите внимание, все конструкции кода, можно взять Django, можно взять Togo, можно взять PyTorch, они будут одинаковые. Примерно вот такие, да, либо там сходные, либо другие. Но я имею в виду, все конструкции будут сходны, не зависимы от библиотеки. Меня есть только логика. Вы, когда не понимаете язык, вы просто-напросто пытаетесь понять логику, что делает Django. Иными словами, пытаетесь выучить вот одну ситуацию. Дело довольно, ну, если интересно, то делайте, но то, что вы не будете не писать, не будете программистом, вы сами увидели, да. А язык может быть очень простым и занимательным, и это у вас все получится. Поэтому, здесь очень простой путь, который мы с вами будем делать. Я вам дам первое задание сейчас и скажу, что делать после этого урока письменно. Вы его делаете тоже, как понимаете. Но вы уже его делаете не так, что я посмотрел задание, а будет уже по вашим силам. И делаете вы его в течение нескольких дней. Каким образом? Я вам дам где-то посмотреть уроки. Первые уроки, которые я сразу вам дам посмотреть, они не имеют отношения к этому конкретно заданию, но имеют отношение к тому, что мы с вами будем делать. Они очень простые. Здесь есть разработка и система отработки кода. Здесь очень упрощенный вариант. Но, тем не менее, то, о чем мы говорили сегодня, то есть вы понимаете, что вам надо некая четкая последовательность работы с кодом. В данном случае, если вы откроете код сейчас в виде учебника, то у вас останется опять какой-то вариант читать все подряд или там кусками. Это все бесполезно. Поэтому мы с вами применяем такие термины, как подход и порядок. Если вы смотрели, а я думаю, смотрели видео с разными ребятами, то вы соображаете, что у Бовсыновска происходит нечто другое, чем у других. Он не идет подряд. Он почему-то начинает с каких-то вещей. Поэтому первые уроки, которые вам надо посмотреть, это про код. Здесь ответ по вашему вопросу нет. Но здесь вы поймете, что есть некая система, которую будем условно называть система работы с кодом. Сейчас опять, как вы видите, строка превратилась в Unicode. Потом в редакторе обратно. Вы посмотрите. Это однозначно надо посмотреть. А система работы с кодом это некая последовательность шагов, когда код нам становится понятнее. Например, это легко увидеть. Михаил занимается, наверное, четвертый или пятый месяц, но его уровень высок. То есть мы поменяли подход, поменяли порядок. Поэтому он достиг такого уровня. И мы четко понимаем, я понимаю, что я его веду к тому, чтобы вот в данном видео он начал понимать типы и использовать тип как мысль. В данном случае Михаил прекрасно вам распишет пять файлов. Он много кода написал. Что такое тип? Но когда касается мысли, у него нет связи типа как объекта, который находится в памяти определенного типа. А так же не бывает. Тип везде. Ведь в жизни вы, когда берете кирпич, вы знаете, что вы взяли кирпич. А в языке надо в параметре что-то указать, что это кирпич. Но как-то его идентицифировать. Иными словами, в жизни у вас уже есть знание, что с кирпича можно построить дом. А можно и что сделать? Допустим, взять и пленку теплицы прижать. Логично? Логично. В данном случае, в любом случае, вы рассматриваете кирпич сначала как тип для какого-то действия. Потому что действие без типа, оно просто не бывает. Вы ни одного шага не ступите в Python, если вы выбрасываете тип. Вопрос в том, что вот сегодня у Михаила это проблема. Это проблема у всех. Иными словами, мы идем от параметра к типу. Да? Чтобы тип стал мыслью. Я знаю, что иду на рыбалку. Да? Тип стал мыслью. Сегодня это отсутствует. Но мы к этому придем. Я уже буду заканчивать. Что-то я еще хотел сказать. Да. Да, скажу дальше. Дальше я вам дам задание. Вы просто выполняете задание, как понимаете. Когда вы присылаете задание, мы опять смотрим по коду и по комментариям. Поэтому важно очень все писать. Чего вы достигли. И так идем дальше. Через несколько месяцев вы будете прекрасно читать код и потом начнете писать. Писать начнете на любых языках программирования. Потому что в этом заключается система. Так как все языки программирования устроены одинаково. По сходу. Имеют разный синтаксис. Могут быть по разному реализованы конструкции. Но основные конструкции. Ну, например, самое простое. Функция обратного вызова. Не важно от языка программирования там C++, C, Go, Lo, все равно функция обратного вызова всегда будет логический механизм понимания. Когда одно действие заканчивается, начинается второе. Нажал кнопку на пульте, переключилась программа. Телевизор отреагировал. Но отреагировал после чего? После того, как успешно отработал пульт. Действие первое. Первое действие. Пульт. Кнопку нажал. Сигнал пошел. То есть сигнал пошел. Первое действие. Выполнено. Успешно. И закончено. В силу вступает второе действие. Функция обратного вызова. Приемник телевизора ловит сигнал, переключает программу. Если первое действие не будет выполнено, сигнал не пошел, программа не переключится. В этом случае будет исключение, что ничего у нас не работает. Поэтому может быть C++, может быть ГО, может быть ЛО. Какой, хоть любой язык. И тот, который еще придумывает. Плюс той из ГО придумает. Все равно функция обратного вызова так и останется. Состоять из двух простых действий. Когда одна функция отработала, начиная с вторая. Но в этом ничего не придумаешь. Вот с пониманием этих конструкций и выделением их в других языках мы и научимся таким образом писать на любых языках. Язык перестанет иметь значение. Конечно, я подозреваю, что может быть сложно рассказал, может быть нет. И вера ваша, что я там верю, не верю, здесь тоже ни при чем. Вы тоже это увидели. Дело лишь в том, что Бовсановский вам задаст те вопросы, которые будут являться следующим шагом. Вот смотрите. Мы сегодня осмотрели ваш код. Все понятно. С комментариев понятно, что человек ничего не знает. Значит, надо дать задание, которое я дам. Часть задания я дал посмотреть это. Вторую часть вам напишу. Надо сделать первое, второе, третье. Вы делаете, присылаете. И опять мы анализируем. И отсылаю вам новый вопрос. Моя работа заключается в том, что я вам ставлю таким образом вопросы, чтобы вы к тому, чему надо прийти, пришли сами. Ну, сейчас я не зря выбрал для вас пример, который мы делали с вами. Так, где он делся? Который мы с вами делали. Я его выбрал не только по двум причинам. Первое. Показать всю простоту языка. В данном случае просто я понимаю, как это относится к жизни. Да? И в данном случае я размышляю уже на языке абсолютно спокойно. То же самое, что взять пойти попить кофе. Вы тоже так будете размышлять. У меня было несколько целей. Показать, что язык может быть простым. Показать, что то, что вы не знали, можно на самом деле узнать за одну минуту. Скажите, неужели это так сложно? Теперь на всю жизнь вы запомните, что это такое. И принципиально через двое-трое суток, когда мы к этому подойдем, вы будете просто открыв документацию, брать варианты, применять себе эти нотации и радоваться этому. Второй момент. Я вас хотел подвести к тому, с чего мы будем начинать изучать язык. То есть я вам не зря рассказывал истории про параметры, чтобы вас к этому подвести. Я думаю, подвел. То есть я четко понимаю, к чему я вас должен привести сейчас. И вы теперь должны будете в задании понимать, что мы будем заниматься параметрами. Потому что если взять Володю, который собрался идти на рыбалку, но он сам не знает, что собрался идти на рыбалку, то на рыбалку он не попадет. Так вот это само знание, я знаю у себя в голове, что я пойду на рыбалку, то что в жизни обычной мы совершенно на это не обратим внимания. Просто потому что мы знаем, мы и так знаем. Это достаточно. Завтра иду с Вася на рыбалку. А в языке он ничего не знает. Он может просто работать. Поэтому в языке вот это «я знаю» заменяют параметры. Именно ими мы сейчас с вами займемся. И почему вы тоже получили ответ? По одной простой причине, если вы выбросите такую вещь, например, смотрите, вы собрались идти на рыбалку, а вот то, что я знаю, что я собрался идти на рыбалку, выбросите эту мысль. После чего за вашими действиями ничего не последует. То есть к вам приходит Вася на следующий день, весь одетый, в сапогах, а вы смотрите на него большими глазами. Ты что, говорит? Ты что, не помнишь? Мы же договаривались. А вы же стали программистом, да? И поэтому параметры не учли, и вот эту саму мысль «я иду завтра у Васей на рыбалку» просто потеряли. У вас сейчас мысль «мне там надо пойти поменять масло в машине». Так вот, чтобы этого не происходило, в языке тоже надо эту мысль каким-то образом держать. И держать ее можно при помощи параметров, а дальше, что по идеалу, сами переменные. Но параметр нам говорит о том, что мы знаем, что хотим делать. В данном случае мы знаем, что мы собрались работать с цифрами, которые будут точно целыми числами. И чтобы нам не забыть, мы создали место в памяти, в котором разместили значение ноны, которое говорит ничего. Но оно в любом случае есть значение. На языке программирования ноны согласно документации обозначало бы false. Мы не будем сейчас проводить изучение. Значение false. Его не существует. Ну, как мы обычно программисты говорим, ничего. Просто ничего нет. Но если брать, подходить идеально как вывод с нуля, то значение, то оно есть. Только говорит, что само значение false. То есть типа нет сейчас. Но в памяти находится вот это вот false само, которое и есть значение. И которое не обозначает ни int, ни строку, а ожидает чего-то. В данном случае просто если посмотреть, если убрать, то вот так мы не работаем с объектом. Объекта просто не существует. Существует рекомендация в виде int, что рекомендация скорее всего бы это относилась только для какой-то IDE или для MyPy, но для нас никакого информация не несла бы. Просто на самом деле та же IDE, допустим, по HR, могла бы среди вот этих функций искать что-то связанное с int и предполагать, что вы делаете. Да? Но в данном случае мы же умнее той же по HR, да? Это же все-таки не VIM и не и IMAX, да, где действительно крутые инструменты. Почему мы говорим, что стоп-стоп, давай-ка я сам создам это значение, но просто четко если я натуплю, то я тогда сам себя и поучу. Вот тут написано, дурак босонос, кокос, напиши число. А, все понятно. Итак, Володь, шаг один, который мы с вами должны делать, это заняться параметрами. Я вам напишу, многое вам будет непонятно, но если вы будете делать шаг за шагом, то читать код вы скоро будете. Теперь вопрос, когда? А я знаю, как вы будете работать. Вам надо сделать три простых вещи. Простые эти вещи такие. В чем они заключаются? Эти вещи заключаются в том, чтобы вот эти вот параметры мы считывали на лету раз. Мы могли вызвать, понимать, как вызывается функция, даже если находится в переменных, да, в коде. И третье, исключение, связанное все с параметрами. Насколько быстро вы этого достигнете, и это надо достигнуть идеально на первом этапе, настолько это будет все быстрее. Если вы думаете над процессом самого обучения, то он довольно прост. От того, что вы будете сидеть, допустим, десять часов и работать над параметром, ничего не будет, кроме усталости. Здесь дело не в количестве часов. В программировании это не работает. Понимаете, вот есть вещи, что там говорят, да, методики. Потрать десять часов, десять там тысяч часов, и ты станешь профи. Вы можете вдоль и поперек читать тысячу раз документацию, пройти в десяти местах свои курсы, которые вы сейчас проходите. Но пока вы не начнете разбираться в коде, ничего не изменится. Хоть вы стоите в курсы. Поэтому это не работает. Работает правильный порядок и правильный подход. Правильный подход мы разобрали, что мы начнем с параметров. В то же время, в то же время, я бы сказал по-другому об этом подходе. Нам надо начать обучение таким образом, чтобы разделить язык, который написан в виде там подряд пунктов, в какие-то смысловые блоки. Мы к этому придем чуть попозже. А вот порядок в данном случае, сами вот параметры являются порядком, что мы начинаем вот с этого изучать. В этом порядок. Хотя, если бы мы открыли сам язык и открыли бы документацию, сами функции находятся, это черт знает где, да. Но мы начинаем именно отсюда. Потому что мы пришли к простому выводу, что если я забыл, что я иду на рыбалку, то я ничего не соберу. Значит, это основная мысль, что я знаю, что я что-то буду делать. Значит, с этой мысли будет правильно изучить язык, начать изучать. То есть, вот он начинается порядок и подход. Ну, я думаю, хватит. Сейчас я вам дам задание. Делайте дальше и все потиху. Да, ребят. Для новых ребят. Володя сейчас занимается по индивидуальному обучению. В школе есть индивидуальное обучение, оно очень хорошее. Нажимаете, нажимаете купить. Лучше можно купить Python, Django, но лучше по акции купить плюс DevHackers, если вы собираетесь писать. И дальше выбрать, кроме этого, индивидуальный план обучения. Есть недорогие планы и так заниматься. За три, шесть, девять месяцев вы станете на ноги. Что значит станете на ноги? Сможете писать на разных языках программирования и двигаться самостоятельно. Я могу привести пример, который вы можете посмотреть. Интересный. Я всегда привожу. Пишут код. Найти на этой странице. Не делаем это, не пишем годами. Посмотреть шаги Дмитрия своей торнадо. Здесь четыре видео. От момента прихода до момента написания кода. Мы, кстати, его код смотрели. Тоже все было по-разному, так что никому здесь ничего не везет. Есть только одно главное в языке. Это правильное изучение языка. Второй момент. Я докончу мысль, которую был оборвал и потерял. Десять часов сидеть над параметром не имеет смысла. Но имеет смысл в течение месяца или в течение того периода, пока вы не достигнете трех простых этих вещей, о которых мы говорили. Промотайте назад видео, вспомните. Делать это в течение 15-20 минут каждый день. Тогда это начнет потихонечку проваливаться. То есть у вас начнет... Вы начнете думать, да, задавать вопросы. И где-то примерно через две недели, да, вы уже будете довольно уверены. И у вас начнутся проклевываться то, что дальше немножко видно. Дальше я покажу, что делать. То есть, по сути дела, опять же, вам показал очень простой способ. Чтобы изучить язык, не надо сидеть часами. Надо обратить внимание на правильные вещи и делать их на 15-20 минут в день. Вы знаете, абсолютно работают законы жизни. Посадил вот лук или там... Ну, я не знаю. Я еще вот собираюсь стать дачником, огородником. Тоже сомневаюсь, что с меня получится. Но, тем не менее, как мне приходилось наблюдать, вот один посадит, да, там, что там, прополол там, полил. Ну, много, наверное, удобрил. Но, главное, та же прополка занимает тоже не так много времени. Но она важна. С другой стороны, он бы мог что делать? Танцевать около этих растений. Ох, я сегодня 10 часов танцевал. А они не растут, гады. А ты попробуй на голове постоять. Ты уже пробовал. Не получается. А ты попробуй их в зоопарк сносить. Да в зоопарке уже были, как в анекдоте, да. Все-таки надо сделать то, что надо сделать. Прополоть, палить там и так, и прочее. Вот то же самое, Володь, и в языке, да, имеет порядок. Если мы начинаем с параметров, то гарантированно мы начнем понимать код, по крайней мере, что мы делаем. То есть это равносильно тому, что мы в жизни будем знать, что завтра мы пойдем на рыбалку. Эта мысль у нас будет. И завтра, когда придет Вася, мы уже собрались. Ну, что, пошли, пошли. Спасибо за доверие. Все получится.